Брат Тунса Абдурахманова Мухаммад продолжает участвовать в процессе по делу о подготовке его убийства. Суд проходит в обстановке секретности из-за опасений за безопасность, потерпевшего и государственную безопасность, поскольку к делу причастен сотрудник немецкой спецслужбы. Как писал Кавказский узел, 1 декабря в интернете распространились сведения об убийстве в Швеции чеченского блогера Тунса Абдурахманова. Информацию об этом не подтвердили ни родные Абдурахманова, ни власти Швеции, однако ряд его соратников сообщили, что он может быть убит или находиться под защитой полиции. Директор ЧГТРК Грозный Чингис Ахмадов 8 декабря заявил, что за возможным убийством Тунса Абдурахманова стоит Ахмед Закаев, которого активно критиковал блогер. Пресс-служба правительства Ичкерии сообщила 9 декабря, что Тунса Абдурахманов жив. Тунса Абдурахманов будет давать показания в суде в Мюнхене, сообщила 9 декабря шведское радио со ссылкой на представителя суда Лорана Лафлера. Однако 13 декабря Лафлер сообщил Кавказскому узлу, что Тунса Абдурахманов уже был допрошен в суде и повторного допроса не ожидается. В Мюнхене продолжается суд по делу о покушении на убийство Махмада, Мухаммада, Абдурахманова. Очередное заседание прошло 21 декабря, также запланировано судебное заседание на 22 декабря, а следующие слушания пройдут уже в январе. У Мухаммада Абдурахманова есть право, но он не обязан присутствовать на всех заседаниях суда, пояснил Лоран Лафлер, корреспонденту Кавказского узла. Брат Тунса Мухаммад продолжает участвовать в заседаниях, сообщил корреспонденту Кавказского узла правозащитник, председатель немецко-кавказского общества Икехарт Маас, со ссылкой на адвоката по этому делу Йохану Кюни. По словам Мааса, дальнейшие комментарии Кюни не может давать до конца судебного процесса. Субтитры создавал DimaTorzok